Мир вам, мы православные христиане рассказываем о Боге, о смысле человеческой жизни, для чего мы живем здесь на земле. Не хотите ли послушать? Мир вам, мы православные христиане рассказываем людям о Боге, о вечности, о суде Божьем, о смысле человеческой жизни. Не хотите ли послушать? Давайте. Спасибо, Господи. То есть Господь нам дает. Или ты избираешь Бога, исполняешь Его святые заповеди, веришь в жертву Христа, который умер на кресте, взяв все грехи мира на себя, пролив свою причистую кровь, и тем самым дарует прощение грехов и жизнь вечную. Или ты после этой жизни, если ты не принимаешь Христа, ты идешь в вечность, в вечную гиену, будешь с сатаной и ангелом его мучиться, вечность непрекращаемую. Вот об этом мы возвещаем. Также у нас на Ютубе есть канал православный, он называется «Открытым оком во свете Библии». Можете еще набрать Игнатия Лапкина, и у вас там выйдет. У нас там, сколько у нас там? 13 880. Да, 13 880 видеороликов. То есть очень большое и очень много полезного найдете для себя. Заходите, да. Также под этим вот названием есть сайт и форум. Там тоже много полезного найдете для себя, для спасения души. У вас какие-то вопросы есть в духовном плане? Нету, да? Ну все, Бог помощь вам. Спаси Христос вас. Господи, благослови. Мир вам. Мы, православные христиане, рассказываем людям о Боге, о вечности, о спасении души. Не хотите ли послушать? Вообще задумывались о том, в чем заключается смысл человеческой жизни? Да. Задумывались, да? И к какому выводу вы пришли? Смысл в себе. Смысл в себе? В семье. А, в семье. Так семья – это приходящее время. Смысл? Нет, всегда. Я вам расскажу, как на это нам повелел и говорит сам Господь Бог, Творец неба и земли и всей вселенной. Он сотворил этот мир, сотворил, если вы, может, слышали, Адама и Еву, прародители наши, которые нарушили заповедь Божию, живя в раю. Этим самым согрешили, нарушив эту заповедь. И через это человечество сделает смертным. То есть каждый человек, который рождается в этот мир, он рождается во грехе. Как царь Давид в Библии написано, и во грехе родила меня мать моя. Вас единственное, я хочу вас попросить, только не сживаться в этот момент. Если можно, конечно. Ты знаешь, женщины любят говорить о том, что почему много разводов. Это трагедия для любой женщины. Так вот, у нас христиан известно, что муж глава, и женщина должна быть в платке, тем более за столом, молиться. Она подчиненный состав. И поэтому, ну, надо просто знать порядок. У мусульманов, просто смотри, как они одеты скромно, женщины. Раньше же этого не было, чтобы разводы достигали 80%. Надежда Константиновна Крупская говорила, 17% это трагедия страны. А сегодня под 80%. Это печально. Это печально. Конечно, печально. Надо с детства приучать к этому. Вот тут интервью брали у одной семьи, мусульманин. Он стал христианином, ну и сделался батюшкой, священником. И девочка маленькая совсем. А сестренка ее лет 13, уже большенькая. А маленькая там на машинке счет лет 5. Такая машиночка, она что-то страшит. Ее спросили, а кем ты хочешь стать? Она говорит, женой. Она уже знает. Главная задача ее быть в семье. У мусульман у них лозунг. Я должна подарить 5 сыновей Аллаху. Не 25 абортов сделать, а сыновей, то есть живые. Сколько их везде этих со Средней Азии-то? А в России только за перестройку за 20 лет 120 миллионов абортов. А то государство большое сгинуло. Женщина утробу свою превратила в гроб. Это же ужасно. Да, я согласна с вами. Я тоже против этого, потому что я учусь там, где нас этому обучают. Я учусь в медицинском колледже, и мы прекрасно знаем о том, что это большой грех. Что так нельзя делать. Молодцы. Вы слышали? Нет. Она где-то учится в медицинском колледже, и у них это считается за большой грех. Ну, знаете, у нас в России, кто восстал, единственный человек, Рамзан Ахматович Кадыров. Теперь у них аборт считается преступлением. Один человек единственный, он мусульманин. Нам, христианам, стыдно это. Мы должны быть впереди, а мы где-то неизвестно. Мы вам скажем наши ресурсы. Мы сами являемся православными христианами. То есть в храм ходим, все, в православную церковь. И у нас на канале есть в ютубе, канал есть. Открытый вокон во свете Библии называется. У нас там 13 880 видеороликов. То есть много полезного дойдете для себя. Мы с нуля строим православную деревню, которая основывается на пяти принципах, пяти столпах. Что человек должен доказать, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. И тогда он может у нас поселиться. У нас школа, учителя все верующие, дети также научаются. Все начинается с молитвы, то есть к Богу. Всякое дело, вообще всякое дело начинается также с молитвы. И вот мы людей призываем... Мира, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге. Я тоже православный. Православный, да? А? Вы тоже православный, значит? Не кричай, иди там разговаривай. Иди сам там разговаривай. Как говоришь? Вы говорите, вы православный тоже, да? Да. Православный, да? А у вас дома есть Библия? Да. Иконка? Что еще, иконка? Иконка, да. Это, короче, святой князь Игорь. Ну, а вообще православный должен носить, конечно, крест. Потому что у нас уже, это, мы же веру... Позволят мне. Угу. По телефону разговаривают? Ну, да. Это долго. Большой хвост будет. Все, придется оторваться, выкинуть. Неопределенно. Это трудно будет многократно. Вот так, ну ладно. Мы сюда зашли, чтобы людям рассказывать о Боге. Ну, раз вы слышали о Боге, тем более у вас Библия дома есть. Мы также людям показываем, что у нас на Ютубе... Вы слышите, да? У нас на Ютубе есть видеоканал. Он называется «Открытым оком». Вот посмотрите в видеокамеру «Открытым оком во свете Библии». Вот. Там у нас 13 800 видеороликов. То есть много полезного найдете для себя, для спасения души своей. Также под этим названием есть сайт и форум. Вот так же введете в интернет, и у вас выйдет сайт и форум. И там многие есть вопросы и ответы даны именно во свете Библии. Как святые отцы толковали життя святых. То есть заходите, много полезного узнаете. У вас какие-то вопросы есть? Нет, пока нет вообще. Если пожелаете в скайп войти, вот здесь написано «Игнатий Лапкин, это я». Вы сразу меня найдете. По скайпу. Помилуй меня грешного. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о смысле человеческой жизни. Если хотите, можно. Нет, нет. Не хотите, да? Нет, сразу. Ну, познакомься. Мир вам, мы православные христиане. Мы зашли в эту чат-рулетку рассказать людям о Боге, о спасении души. Чтоб люди познали истину. Чтоб в вечности не погибнуть, но наследовать жизнь вечную через Господа нашего Иисуса Христа. Не хотите ли послушать? Ой, нет, спасибо, я думаю. Я как бы родился при советской власти, а в то время нас ростили этих всех, значит, в безверии. А потом и получается, если сейчас я начну верить в Бога, это получается, раньше было нельзя и наказуемо, я боялся и в Бога не верил. А когда разрешили, да, то я быстренько перекрасился и стал верить. Это как бы, знаете, двуличием отдаёт. Я думаю, я уж как-то помирать буду атеистом. Там же вечность. И где вы будете, в аду или в раю? Вам зачем вечные мучения-то с сатаной и ангелами его, которые восстали против Бога-то? Ну, что делать? Значит, там, вы знаете, как говорится, это самое, в раю, конечно, климат лучше, да, но в аду компания много интереснее. Вот дело всё. Там тьма кромешная и вечные мучения, нескончаемые. Там нету никакой компании. Компания одна, что? Будут мучиться. Значит, будем мучиться, что же делать? Ну, я же не один там буду мучиться, правильно? Конечно, не один. Что делать-то и расскажи ему. Господь говорит, придите ко мне все труждающие, обременённые, я успокою вас. Он очистит и убелит от грехов. Понимаете, в чём дело? Тут у меня большое сомнение в том, что Бог, как его описывают, там, значит, всемогущие, все великие, все знающие. Если бы это было так, значит, то, по крайней мере, такой мрази, как педофилы, земля бы не носила, он бы не допустил их появления. Ладно, вот, допустим, я, меня где-то убили, там, и долго мучили перед смертью, я жизнь прожил, много грешил, туда-сюда, допустим, ладно, ему видней. Но детей насилуют 5-7 лет и убивают. Эти за что мучаются и страдают? Они не успели нагрешить. Вопрос. Нет ответа. Поэтому, как бы, сомнения у меня в этом вопросе. Ответ есть. Есть ответ, если вы желаете узнать волю Божию. Ответ очень... А с другой стороны, другой вопрос, хорошо. Есть, значит, христианство, есть иудаизм, есть мусульманство, значит, буддизм. То есть богов много, а которые из них истины? Опять вопрос и нет ответа. А у буддистов-то какой бог-то? У них вообще бога нету. Из рода шакьяров, человек, достигший нирваны. Это человек, там никакого бога нету. Молиться некому. Будда это человек, это не бог. Тем не менее, это религия. Но религия не спасает. Религия не спасает. Спасает Сын Божий. Христос. А они же это понимают. Не Аллах. А может быть, вот там... Я умру, а кажется, я верил не в того бога. Да не в того. Христос. А единственный, говорит, я путь истинной жизни. Он истинной жизни. И он отвечает на молитву. Нет, я как-то не готов пока. Не созрел еще. Меня Господь не вразумил. Будем так считать тогда. Зачем-то ему это надо. Мужчина, мы с вами поделимся нашим богатством, которое мы имеем в интернете. У нас на Ютубе есть канал. Он называется «Открытым оком во свете Библии». Вот он. Заходите. У нас там 13 800 видеороликов. Мы с нуля строим православную деревню, в которой человек может поселиться, если он докажет, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. То есть живет в Боге именно, молится. И также других... Нет, там, допустим, не пьет, не курит, понятно. Не матерится, допустим, тоже ладно, встречается. Но чтобы совсем не лгал, это что-то... Я не был очень уверен. Если человек боится Бога, потому что в Библии написано «начало мудрости – страх Господень». Он никогда не будет лжать, лгать, даже под страхом смерти. Он может промолчать или сказать правду. То есть у него два пути Господь ему оставил. Иначе я буду за это наказан. Тем более, когда я знал заповедь Божий и согрешал, я вдвойне, вдвойне будет спрос у меня. Дьявол есть лжец, и отец лжи Христос говорит. Всякая ложь от дьявола, всякая неправда – есть грех. Мы вот нигде неправды не говорим. Мы просто молимся, и все. Без неправды легко жить. Лжец должен хорошей памятью обладать. Вот, да, посмотрите, вот он. Открытым оком. Открытым оком во свете Библии. В интернете введите, на ютубе канал. Понял, 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 да, хорошо. Все. Если у вас будет желание по скайпу поговорить, вот, зарядите, Игнатий Лапкин, это я. И по скайпу можем поговорить. А под этим названием, открытым оком, тут сайт зарядите, это сайт, огромный сайт. Там 50 книг аудио насчитано нами. Хорошо, я понял. Там есть архипелаг ГУЛАГ насчитан, кинофильмы, которые она ставили. Это я читал, когда еще. Меня батька порол за это в свое время. Я был очень молод, юн, в школе, и читал литературу, нерекомендованную детям и юношеству. Меня отец за это порол. Ну, я не в претензии, он желал мне добра. Боялся, что меня за это накажут. А вы слышали, когда человек умирает, что дальше с ним? Вот когда он умер, душа куда его идет? А тут я вам так скажу. Два допущения с моей стороны. Я верю, что Господь Бог, если он существует, спасет мою бессмертную душу, если в свою очередь существует она. Вот как-то так. Вот душа 40 дней справляет с орочиной. Она идет, 20 мытарств проходит. Там ложь, пьянство, разврат. Так вот на одном мытарстве... Ему был подвержен, к сожалению, должен признать. Мытарство – это таможня, таможня. Больше всего погибает на блуде, на разврате. Больше, чем на остальных 19... И всему был подвержен. Каюсь, но был подвержен с молоду весьма. Так оно никуда не делось. Это молодо по-нашему. А перед Богом все в одном дне. Перед Богом в одном дне. И потом говорит, покайтесь. И его жертва покроет грех. Он за грехи наши умер-то. Не потому, что он попался. Дело-то очень простое. Но и непростое. Человек держится неизвестно за что. Ну ладно, двинусь я далее тогда. Ну все. Я тут украинцев ищу. Спаси Христос вас. До свидания. До свидания. Мир вам. Мы, православные христиане, рассказываем людям о Боге, о вечности, о спасении души. Понятно. А что у вас вдруг-то спрятался под маской? Боится кого-то? Да нет, просто одел. Будем им говорить? Ну говори. Мы рассказываем людям о Боге, о смысле человеческой жизни. В чем она заключается? Что человек рождается в этот мир для того, чтобы познать, кто такой Бог Творец. Исполнить его святую. Давайте расскажем вам. Бог Творец послал в мир своего единородного Сына Божия Иисуса Христа. Вы видели на православных храмах, может, кресты? Видите, у вас храм есть там в городе? Это жертва Иисуса Христа, который был распят на кресте своей жертвой, своей пролитой кровью. Он принес за все человечество, взял все грехи мира на себя. И кто верит в эту жертву, он исследует жизнь вечную. То есть человек, когда живет здесь, он должен приготовиться к вечности. На этом жизнь наша не заканчивается. Только за вечностью будет или ад, или рай. А это все в нашем произволении. Что мы выберем? Сатану, служая грехами? Там прелюбодеяние, блуд, пьянство, наркомания и так далее. Или ты будешь жить с Богом по святым его заповедям, молиться ему, и Господь тебе даст укрепление. У нас на Ютубе, запомните, вот мы сейчас вам даем надпись, есть Ютуб-канал. Открытым оком во свете Библии. Вам видно, да? Да. У нас дело в том, что мы строим православную деревню, и у нас там был православный лагерь Стан. Он 45 лет существовал. И там вы много найдете видеороликов, как мы занимаемся с детьми, как мы ходим за ягодами, как купаемся. Сейчас подождите, подожди, листок запиши быстро, листок. Сейчас подождите, мы листок возьмем. Давайте. Иди листок быстрее берите. Поднимай, чтобы Библии было. Да, да, сейчас, они листочек возьмут сейчас. Ну пока по листочку, он еще глазами считает, и что-то лежит-то. Время уходит, он на память запомнит что-то. Сиди, сиди, сиди. Давай. Ружь, давай. Сейчас, открытым. Открытым окон. Открытым окон. Все, записали. Все. Заходите, много полезного узнаете. Все, до свидания, пока. Все, с Богом. Смотрите, у вас там кошки. Кошки, да. У нас три кошки дома. О, это классно. Мир, мы православные христиане. Вот мы зашли в этот чат рулетку, людям рассказать о Боге, о Вечности, о Суде Божьем. Вы слышали об этом? Да, да. Слышали, да? Да, да. Вы православные, как я понял, раз крест на знамени совершили. У нас на Ютубе, я тогда, раз вы знаете о Христе, если вы знаете, конечно, вы Библию читаете? Да, да. Читаете, да? Мы вам поясним, что у нас есть на Ютубе канал «Восвете Библии открытым окон». Там у нас 13 800 видеороликов, то есть наших роликов. Там много найдете для себя полезного, для спасения души. У нас с нуля строится православная деревня, больше 20 лет она уже существует. И она основана на пяти столпах, пяти утверждениях, что человек должен доказать, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. Когда он может в нас поселиться. То есть мы должны жить по заповедям Божьим, как Господь наш Иисус Христос заповедал нам. Потому что Евангелие от Яна, 12 глава, 48 стих, Господь говорит, «Отвергающий меня, не принимающий слов моих». Мир вам, мы православные христиане, людям рассказом о Боге, о спасении души. Не хотите ли послушать? Чуть поближе к микрофону говорите, вас плохо слышно. Смысл человеческой жизни заключается в том, что Бог, Творец, создавший небо и землю, всю Вселенную, послал в мир Единородного Сына Своего, Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть на этом жизнь наша не прекращается. За гробом будет или ад вечный для грешников, которые не жили по святым заповедям Божьим, или вечное блаженство с Богом, со Христом, непрекращаемое. И вот здесь при этой жизни мы должны узнать Бога, исполнить Его волю святую, поверить в то, что в мир сошел Спаситель, который взял все грехи мира на себя, то есть Его распяли на кресте. Этой самой жертвой Он искупает нас, но по вере нашей, то есть мы должны в это поверить, принести покаяние перед Богом в своих грехах. Потому что каждый человек, входя в этот мир, он уже рождается природным грехом. Ибо грехе родила мне мать моя. То есть мы унаследовали этот грех от Адама Сиевой. А в дальнейшем человек еще больше согрешает, когда взрослеет. Я вот пришел к Богу 26 лет, сейчас мне 40. То есть осознание мне грехов поставило на колени перед Богом, и вот с этого момента я стал как верующий, понес людям также благую весть о Христе. У нас, мы сами православные, и у нас на Ютубе есть канал. Вы на этот канал, если зайдете, там много найдете полезного. Открытым окном во свете Библии. Там у нас 13 880 роликов, то есть наших роликов. Там очень много мы снимаем, ну и много полезного вы узнаете. Также у нас под этим названием, вот открытым окном во свете Библии, есть сайт православный и форум. И там также много-много информации, которую вы для себя подчеркнете. Покажи, чтобы записать могли себе. Да, можете еще раз это. Ага. Записал, все записал. Так, а все по скайпу. Если у вас желание будет и будут вопросы, вы можете выйти по скайпу. Игнатий Лапкин, вот. Его на плакате вот тут внизу написано. Вот, Игнатий Лапкин. Это вот дедушка, который со мной сидит, он как раз на любые ваши вопросы вам ответит. Ага. Записали? Да, я пришел. Ну все, с Богом. Вопросов-то нету? У вас вопросов. Ну все. Ну хорошо, как она. Христиане, рассказываем людям о Боге, о смысле человеческой жизни. Не хотите ли послушать? Давайте послушаем. Бог, Творец, Неба, Земли и всей Вселенной сотворил человека по образу и подобию своему. Может вы слышали, что в раю жили Адам с Евой. И Господь, когда их поселил в раю, Он дал им единственную заповедь, которую они нарушили. И человек стал смертен. И через это мы все люди, после согрешения Адама, стали все смертные. То есть написано, и во грехе родила мне мать моя. То есть ребенок рождается с первородным грехом. И вот для этого Господь, чтобы человека, как сказать, чтобы он, искупить его от этого греха первородного, и дальнейшее, когда человек взрослеет, он дальше согрешает, Господь послал в мир Сына Своего Ненародного, Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Христос, когда пришел на землю, Он сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие – это благая весть, добрая весть. Что в мир сошел Спаситель, который своим, когда его распяли на кресте, Он взял этим, своей жертву, все грехи мира на себя. Ваш грех, мой грех, вообще всего человечества. Если человек поверит в эту жертву, принесет покаяние перед Богом в своих грехах, он имеет прощение грехов во Христе и унаследует жизнь вечную. То есть за гробом жизнь не прекращается. Она продолжает. Только где мы будем в эту вечность? Или вечно мучиться с Сатаною и ангелами Его, которые пали тоже с неба, или будем в вечном раю с Богом, со Христом, с другими святыми, которые угодили Ему, живя здесь на земле. И вот Господь ставит перед нами выбор, то есть Он дал нам свободу. Мы можем выбрать или здесь с Богом жить, или с дьяволом потом вечно мучиться. Также у нас... Какой там дядька? Это Игнать Тихонович Лапкин. Это наши ресурсы назови. Это у нас на Ютубе есть канал «Открытым оком во свете Библии». У нас там 13 800 видеороликов наших только заснято. Там много полезного узнаете для себя. Как для спасения души, ну и так. Также под этим названием у нас есть сайт и форум. Тоже под этим же названием введете, если в интернете. Там тоже для себя много откроете. Да, я сам так православный, всегда в храм хожу. Хотелось бы почаще, но тем не менее... Это согласно четвертой заповеди. Помни день субботний. А для нас, христиан, это воскресный день, да. Так надо ходить в храм каждое воскресенье. Господь, Иисус Христос, Он говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. То есть, если мы любим Христа от чистого сердца, как Он заповедовал, чтобы мы любили Его всем сердцем, всем разумением, всей душой своей, всей крепостью своей. И возлюбив ближнего своего, как самого себя. И тогда этим самым мы исполняем все десяти слов, которые включают в себя в Библии написано. То есть, заповедь в любви к Богу и к ближнему своему. У вас есть какие-то вопросы? Да, есть. Можете задавать. Как будто зачем, если я в храм хожу. Зачем вы в храм ходите? Нет, как будто зачем, если я в храм хожу. Мы в основном здесь пришли в эту чатру-рулетку для того, чтобы люди, которые не знают о Боге, о Боге, о Христе вообще, о Его жерте, мы рассказываем, возвещаем. Потому что Господь же сказал, если вы Библию читали, Он говорит, идите проповедуйте Евангелие всей твари, то есть всему творению Божию. Именно саму человечество имеется в виду. И эту миссию мы исполняем. Я вот 26 лет обратился к Богу, а 26 лет жил, я как неверующий жил. Я Бога не знал. Мне также подошли и сказали, православные братья также, я сам деревенский, и рассказали о Христе. И через два года я принял крещение. Готовался два года к окрещению. Ходил в храм вместе с ними на литургии. Когда во время литургии говорится оглашенные из-за детей, может, если вы ходите на службу, это говорится о том, что человек, который готовится к окрещению, он должен выйти в этот момент в притвор. А верные остаются в храме. Совершается литургия священникам. Вот я два года выходил в притвор и стоял, пока в дальнейшем я не принял троекратное погружение в воду, то есть крещение истинного священника. Если честно, я ходил на службу, их знают, года четыре назад. Вот так регулярно хожу. По скайпу. Свечки поставить и грехи измолить, это я хожу, а по службы, это нужно почаще ходить, я понимаю, но вы-то здесь при чем? Дело в том, что мы у нас так же, если у вас желание будет, у нас есть скайп, Игнати... Не нужно мне вашего скайпа, вы зачем здесь вообще существуете? Мы рассказываем людям о Боге, а он же уже сказал. Рыжая. Кокейка. Да, кошечка рыжая. Я к тому, что... Мне это не нужно рассказывать. Я же не знал, что вы верующий, вы же не сказали об этом. Не знаю, вы так все там в лоб втираете. Ну ладно, успеху. Бороду козди, бороды. Может кто-то нуждается в вашей работе. Ну ладно, тогда. А вот вы верующий, а почему бороду бреете? Все апостолы, пророки, Христос, все с бородами. Это власть мужчины. Я просто не хочу обрубать разговор вот по такому моменту. Дедушка, ну... Мы же открыто, мы открыто все говорим. У меня с моей пропиской и так стопорят на каждом, блядь, углу. Простите за выражение. Давайте я сейчас еще отпущу бороду, чтобы меня вообще туда не выпускали. У меня матерки вылетают лучше. Ну ладно. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я мусульманин, да. Ну и что же? Мусульмане, я. Мусульмане тоже умирают. Им надо думать о смерти, как предстать на суд Божий. Аллаху Али. Не отвать еще. Говори. Мы православные христиане. Людям рассказываем о Боге, но раз вы о Боге знаете, создатели, так же мы рассказываем о том, что в мир явился Спаситель. Это Иисус Христос. Господь, благослови. Мира, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о человеческом смысле жизни. Ага. Не хотите ли послушать? Что вы, про что вы хотите рассказывать? Мы рассказываем о Боге Создателе, который, сотворив мир и всю Вселенную, послал в мир Спасителя, это Иисус Христа, который пришел в этот мир, чтобы спасти человечество от греха. Ибо все люди согрешают перед Богом, нарушая его святые заповеди. А Христос, его распяли на кресте, это жертвой своей на кресте. Он взял все грехи мира на себя. И человек верующий в него... Смотри, смотри, друг. Я все верю, все верю. Я очень уважаю всех, все верю. Христианский, мусульман, все верю, уважаю. Если человек верит в что-то, значит, нормально. Я мусульман. Я христианский верю, уважаю. Почему? У каждого нацисты разные веры бывают, правильно? Смотри, слушай сюда. Мусульманцы свои веры, христианские веры, там у кого-то буддистов, у них свои веры. У каждого свои веры бывают, правильно? Вот. Вот эту веру у каждого человека надо уважать. Вера есть вера. Мусульмане не могут ответить на один вопрос. Как прощаются грехи? Мы вот ездили в поездку, жили в доме у мулы, ходили вмещать. Я могу тебе ответить, как прощаются грехи? Да. Чтобы их не прощать, не надо совершить эти грехи. Так они уже сделаны. Нет. Вот не надо их делать. Вот чтобы их не прощать, не надо их сами делать. Вот у нас мусульманские, вот такой бой. Я беседовал с мулами, мулы сидят, мулы с ними. Я говорю, к вам пришла женщина блудистая, что будете делать? Мужчина убийственник, мы таких не принимаем. А Христос говорит, покайся верой в Евангелие, я тебя прощу, он умер за грехи у людей. Вот это разница, не то, что верь как попало. Ну, верь в грехах, умрешь. А Господь освобождает, он умер за нас. Был такой писатель, лауреат, это премии, там, сталинская, ленинская, Чингиз Айтматов. Он написал роман Плаха. И корреспондент спрашивает, почему у вас главный герой христианин, Аристар? Он говорит, Мухаммад много добра сделал, но за грехи людей умер Христос. Вот и разница. Слушай, как зовут вас? Как вас зовут? Игнатий Лапкин. Вот здесь написано. Вот, посмотрите. Это наши ресурсы. Внизу. Как у тебя имя, имя, как зовут? Игнатий. Игнатий. Игнатий, Игнатий. А, я понял, понял. Игнатий мой хороший друг был. Он есть в Астраханской области, возле Волгограда. У него тоже друг был, Игнатий. А? А вы где живете? Барнаул. Алтайский край. А в Барнауле? Да. Алейский, я Алейский служил. Алтайский край. Тут недалеко, рядом. Вот, я служил там два года. Потом, полгода, Омск тоже, Барнаул знаю. Омск тоже, полгода побывал там. Вот. А то, что, грехи, грехи не надо делать, раз уже человек, вообще, никому не надо делать. Ну, вообще, без грехов не бывает, правильно? Бывает, что-то, где-то, что-то. Библия говорит, все согрешили, все, лишены славы Божией. Рядом с Христом два разбойника. Один одумался, говорит, прости меня, а Господь говорит, ныне будешь со мной в раю. А другой, говорит, а мы все, сделали плохие грехи. И стал над Христом смеяться, и пошел в ад, в огонь вечный. Грехи смеяться надо, молиться, молиться, побольше, молиться. Ну, молись, молись, грех-то сделан, и тут надо до конца дойти. А возмездие за грех смерть. Римлянам 6.23 написано. Смерть. Я разговаривал, там, мула, ночевали у них там, в Баку. Ну, да, все согласились, а смерть умирает. Ну, а как избавиться от греха-то? Надо, чтобы за него кто-то ответил. А кто ответит, когда все грешники? И поэтому за нас умер Христос. В этом все. Христос. Понял, понял, Грух. Так, ну, если вам нужно будет что-то узнать больше, меня запомните, как зовут Игнатий Лапкин. И по скайпу меня можете найти, по скайпу. Ага. Понял. Ну, все пока. С Богом. С Богом. Все. Спасать пришли людей, говорить о Христе, о спасении. Он говорит, я азербайджанец. Ну, что ж азербайджанец. А мы про азербайджанцев только сейчас разговаривали. Мы были в Баку и ночевали у Мулы. У Мулы в доме ночевали. В Азербайджане. А потом в мещеть ходили. Баку, Азербайджан, Азербайджан. Да. У нас там хорошие друзья в Азербайджане. Вы не курите, когда разговариваете с нами. Не надо курить. Как тебя зовут? Как зовут? Ну, вот внизу прочитайте. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Меня Владимир. Меня Владимир. Владимир? Да. Да. Я Магомед. Магомед его зовут. Ну, Магомед это Мухаммад. Мухаммад, да. Да. Азербайджан, Магомед. Русский Магомед. Да. Давай, спасибо. С Богом. С Богом. Все, Батя, молодец. Уваживай. Дай Бог здоровья вам. Мир вам. Мы православные христиане. Людям рассказываем о Боге, о смысле человеческой жизни. Хорошо. Удачи вам. Удачи. У меня грешен. Господи, благослови. Мир вам. Мы православные христиане. Рассказываем людям о Боге, о вечности, о спасении души. Не хотите ли послушать? Добрый день. Спасибо, Христос. Мы православные христиане. Людям рассказом о Боге, о вечности, о спасении души. Не хотите ли послушать? Извините, только не сейчас. Мы вам также покажем, что очень много можете узнать полезного для себя. У нас есть видеоканал на Ютубе «Открытым окном» «Во свете Библии». Заходите. Там у нас 13 800 роликов, видеороликов. Много для себя. Обязательно зайдем. Все. Бог помощи вам. Спасибо. Миром. Мы православные христиане. Рассказываем людям о Боге. Все Христе Сыне. Ай, не, не, не. До свидания, до свидания. Миром. Вы откуда, дедушки? Вы откуда? Мы из города Барнаула, Алтайский край. А. Мы здесь зашли, чтобы рассказать людям о Боге, о смысле человеческой жизни, для чего Он живет. Вы знаете? Я знаю все, спасибо. Все знаете. Я православный. Если вы православный, мы хотим вам сообщить, что у нас есть ресурс, видеоканал на Ютубе. Он называется «Открытым окном во свете Библии». У нас там 13 800 видеороликов. Заходите, много полезного узнаете для себя. Хорошо, спасибо. Все. С Богом. Все, Сыне Божьи, помилуй меня грешного. Мира. Мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Не хотите ли послушать? Давай. Бог Создатель, Творец неба и земли, сотворив человека по образу подобию своему. Вы, наверное, слышали про Адама и Еву, которые согрешили в раю, живя. Нарушили единственную заповедь Божию. И через это все человечество стало смертным, то есть впало в грех. И чтобы человека искупить от этого греха, именно бессмертности, от греховности погибели, в мир сошел Спаситель Иисус Христос. Он своей жертвой, когда распяли на кресте, взял все грехи мира на себя. То есть вот эта жертва, вот эта пролитая кровь за нас, за всех людей этого мира. И всякие верующие в эту жертву имеют прощение грехов и жизнь вечную. Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. То есть Христос всех зовет к себе, чтобы мы пришли, покаяли в своих грехах, и он исследует жизнь вечную. Потому что за гробом не будет уже покаяния. Только здесь, на земле, человек может покаять в своих грехах перед Богом. Также мы, раз православные христиане, мы людям показываем, что у нас на Ютубе есть видеоканал, он называется «Открытым оком во свете Библии». Там у нас 13 800 роликов. То есть очень много полезного узнаете для себя. Мы строим с самого нуля православную деревню на пяти столпах. То есть человек должен доказать, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. И тогда может поселиться. У нас дети воспитываются, с утра начинается молитва, также и в школе учителя верующие. Начинают с детьми молитву, а потом уже продолжают учение. Детский православный лагерь, Стан, 45 лет уже существовал. То есть там даже детей воспитывали в Боге, чтобы научились молиться, рано вставать, трудиться. Ну там разные игры были тоже. Если вам будет интересно и полезно, заходите. Много узнаете для себя. По скайпу сразу же. Даже если у вас желание есть, можно по скайпу выйти. Вот здесь вот внизу написано. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души. Слушаю вас внимательно. Расскажите мне что-нибудь. Бог Творец, Создатель неба и земли, послал в мир Сына Своего Ненародного, Иисуса Христа, для спасения людей от греха. Этим самым Он принес на кресте свою жертву. И всякий верующий в Него имеет прощение грехов и жизнь вечную. Вас, честно сказать, чуть-чуть плоховато. Слушаю? Господь наш, Иисус Христос, Он пришел в мир, чтобы человека спасти от греха. И всякий верующий во Христа, в его жертву, что он распялся на грехи. Он взял все грехи мира на себя. Если человек в это верит, он имеет прощение грехов и жизнь вечную. Ну попробуй говорить вот так, чтобы в руках. Лучше нет, слышно будет. Так мне лучше слышно? Вот, отлично слышно. Отлично, да? Вот, и Господь говорит, что попасть на небо, в Царствие Божие, чтобы не попасть сатаной в гену огненную, не вечно мучиться. Он говорит, я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть, пусть на небо, пусть спасение через Христа. Также у нас очень полезно есть видеоканал на Ютубе, вот мы вам показываем, «Отрытым оком во свете Библии». Там у нас 13 800 видеороликов, много полезного, вы знаете, для себя. Мы совершали миссионерские поездки и заходили также в мусульманские республики. Вот Игнат Тихонович, вот рядом со мной мужчина пожилой, вот сидит, он как раз может вам об этом рассказать. Мы были в Азербайджане, ночевали у мулы в доме. У нас очень хорошее отношение с мусульманами. Ходили в мечеть, молились. А они приходили к нам, там были когда в Дагестане, там комната намаз, у меня вышли из печати, 38 томов книг, я решил подарить в разные библиотеки. Мы были от Владивостока до Лиссабона, от океана до океана прошли. И везде я дарил, и мы много встречались с мусульманами. У нас самое хорошее впечатление о них. У меня просто есть к вам один вопросик. Если что, если я обижу вас, извините, пожалуйста, заранее, но почему, почему, да, вы, как вам сказать, вы креститесь. Да. Почему? Мы совершаем крестное знамение на себе. Он говорит, почему? Почему? Знаете, почему? Хотите, я вам скажу, раньше было, да, я вам так скажу, что и дало поклонство, да, просто, послушайте меня, да, много было и дало поклонства. Вот, когда я вижу, я знаю, что если истинный христианин, он попадет в рай. Я это знаю. Но, мне мучает один вопрос, почему вы подходите к иконкам и креститесь? Вот в чем прикол. Это не идол поклонства? Нет, конечно. Как вы считаете? А вот ваша мама получила от вас фотографии, а вы в армии слушаете. Она обрадовалась, ой, это мой Магомед поцеловал. Это дал поклонство? Это выражение чувства радости к тому, кто там в армии. Она же не, она не бумагу целует, она к вам передает поцелуй. И здесь почитание иконы, это первообразу относится. Нет, просто я вот этого не понимаю. Раньше, люди, что-то тоже, думали, вот, как вам объяснить? Вот буддизм, давайте буддизм возьмем. Они-то верят тоже какую-то, вот буддизм, это же идолопоклонство? Да, там бога нет никакого. Нет, я вас понял, ну послушайте, это идолопоклонство, да, как бы вот смотрите, они верят будде, да, будде, да, типа, будда, их не бог? Нет, это не бог, не бог, это князь из рода Шахьяров. Нет, послушайте, ну, по ихнему мнению, это бог ихний, правильно? Нет, неправильно, это они не считают за бога, это человек, достигший нирваны, у них нет бога. Ладно, хорошо, они, вот стоит, допустим, идол ихний, какие вот там, Будда, да, они тоже приходят, будем молятся, то все, но это же тоже, видите, их статуэтка стоит, и это идолопоклонство идет, почему, если вы, да, вот как христианин, почему вы, ну, поэтому у меня всегда вопрос, я просто тоже, как много общался с христианами, да, вот, что православные, что харизматы, что баптисты, да, я много всего знаю тоже, просто я не могу понять, почему баптисты, харизматы, ну, они, как вам сказать, не крестятся, а именно православные вы креститесь, а к ним тоже вопрос задаю, почему так, они все оба отвечают, что это неправильно, что крестятся, это тоже, как бы, идолопоклонство идет. Они еретики, они не в церкви, они возникли-то 200-300 лет назад, они по-другому говорить не могут, потому что они враги церкви. к вам, к вам вопросик тогда, где конкретно в Библии написано, что надо, ну, креститься, где написано в Библии? В каком завете? Креститься не написано, но когда мы, Аарон, когда входил во святая святых, он поклонялся к общаге, на дне стояли херувимы, это поклонение 25 глава книга Исход. Поэтому, я вам говорю, если вы чисто будете жить по Библии, по Библии, да, как истинный христианин, я, 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 вы попадете в рай. Если, вот, если как по книге, вот почему говорится, если ты истинный христианин, попадешь в рай, ну, вы же не по Библии живете, согласна? Вот, если в Библии написано было, что можно креститься, креститься, да, тогда я бы с вами, я бы даже, ну, ничего не сказал бы, но... Нет, сказали бы, все равно сказали бы, потому что вы не христианин. Василий Великий, ну, вы вопрос задали, я хочу ответить вам. Василий Великий говорит, у нас есть предание, о котором Павел пишет, и первые христиане всегда крестились. Вы не признаете, а дьявол падает, я Баптиста спрашиваю, выступаю, а вы видели во сне сатану? Они говорят, да, видел, а как вы от него отбились? А он, я говорю, перекрестил, он упал. Я говорю, так вы же не креститесь, а во сне я перекрестился. Вот и все. Да, это против дьявола, оружие, несокрушимое. Я сидел в тюрьме в Жанатасе, Джамбульской области, в городе Жанатас. Нас советская власть арестовывала за то, что мы верим. Вы знаете Джамбульскую область? Да, 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 знаю. Ну вот там, я сидел с казахами. Я знаю, я с корня Кыргыз, я в Таласе живу, рядом с Джамбулом, прям соседи. Рядом с Джамбулом он живет. Да. Талас, знаешь, такой город есть? Да. Я там был, сидел в 86-м году. Угу. А в 87-м вышел указ об освобождении всех политзаключенных. Угу. 210 человек нас освободили, по всему Союзу. Угу. Угу. Не, ну, если, не знаю, ну, видите, вера-то у всех разная, как бы. Ну, вера одна, ну, чуть пути, пути расходятся. нет ни пути. Освобождение от греха дает кто-то, кто должен умереть. Ну, прощайся, это там отвлекают его. Все, пока, до свидания. Извините, если я вам тоже нагрузил. я вижу, вы отвлекаетесь там, чтобы не отвлекать. Всего хорошего. я просто на работе был, да. И вам удачи. Если нужно будет по скайпу меня зайдите, фамилия моя, посмотрите. Вот, внизу. Меня можно найти по скайпу. Игнатий Лапкин. Да. Ну, я свое мнение сказал, если что-нибудь обидное, чем... Нет, еще ничего. нет, Да. Ладно, до свидания. До свидания. Ладно. Ну, все, наверное. Хватит, наверное, уже. Я не знаю. Если больше, мы на два разобьем. Нам ли не помешает это? Божий, помилуй меня грешного. Говори. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души. Не хотите ли послушать? Нет. Я и так все знаю. Знаете, да? Даже мы люди... Православные? Да, православные. У нас большой канал YouTube, вот как называется. Я понял, русская православная церковь. Да. Русская православная церковь за рубежом. Хорошо, потому что люди должны знать свою религию, свои традиции, а не какие-то мормоны, моны или еще что-нибудь. Именно должны своей церкви, русской. Да. Нужно знать свои обычаи, историю и свою религию, а не бегать по другим церквям. Ненавижу тех, кто ходит из-за других церквей. Вот называется открытым окном. У вас в сети Библии сайт. Не YouTube, а сайт. Но в сайте, если вы зайдете, вы там встретите мои книги, 41 том. Молодцы, спасибо. Удачи вам. С Богом. С Богом. Говори. Миро, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души. Не хотите ли послушать? Давайте. Послушайте. Господь Бог, Творец неба и земли, послал в мир спасителя, который спасет человечество от грехов. Это Иисус Христос, который распяли на кресте этой жертвой своей, которую Он принес себя на кресте. И веру в эту жертву человек имеет прощение грехов и жизнь вечную. Но только через веру это происходит. То есть человек должен поверить. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Господь хочет, чтобы мы, кроме того, что здесь, живя на земле, узнали святую Божию, Бога, исполнили Его святые заповеди, еще и наследовали жизнь вечную. То есть не вечные мучения с дьяволом, и ангелами Его, которые ждет грешников, которые здесь нераскаянно будут жить во грехе. А именно, чтобы мы в вечности жили со Христом. Так как мы православные, мы хотим вам также показать, что у нас есть на Ютубе свой канал. Он называется «Открытым окном во свете Библии». Вот можете зайти туда и много полезного для себя узнаете. Там у нас 13 800 видеороликов наших только выставлено. То есть мы с нуля строим православную деревню, в которой нельзя ни пить, ни курить, ни материть, ни воровать, ни лгать. И также у нас там православная школа есть, учителя все верующие. Хотя она, конечно, тоже государственная школа, но там учителя именно верующие. Дети начинают учиться с молитвой. То есть за ними всегда присмотр идет от взрослых. Вот мы с людьми, вот для чего сюда зашли, в этот чатру лет, чтобы поделиться это радостной вестью, что в мир сошел спаситель, который умер за грехи мира. Дед, я не хочу слушать молодого, я хочу послушать что-нибудь из тебя толкового, что я действительно от этого я получу какой-то такой прям урок. Можешь сказать что-нибудь? У нас была миссионерская поездка по всей Европе, и мы в Баку остановились в доме Мулы, знакомое. И там у нас была беседа, она записана, у нас все записывается, я открыл послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. А тут сидит его жена, очень грамотная, она консерваторию окончила, она на 4 языках говорит, а Мула на 6 языках понимает. Очень образованные люди. Это все заснято, вы можете зайти на наш, мы покажем наш YouTube, и там найдете, зарядитесь два слова «Самира Тагеева» в доме Мулы. И там написано так, «Возмездие», то есть наказание за грех, смерть. Я спрашиваю Мулу, вы в это верите? Ну да. Все согласились, мусульмане, да, человек согрешил, он должен умереть. А дальше что? Как от этого избавиться? И сразу начали по-разному говорить. Никак. Надо делать добро, ну делать добро, но это уже после преступления. Ты убил уже человека. Тебя посадили. Ты можешь отдать имение, но тебя никто не выпустит. Почему? Закон гласит, ты должен умереть. Больше ничего нету. Возмездие за грех смерть. Мы тут сошлись на 100%. А что дальше? А дальше написано, дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Вот на этом мы остановились, стали беседовать. Почему? Я говорю, знаете, был такой мусульманский писатель, знаменитый очень, Шингиз Айтматов у киргизцев. И он написал роман Плаха. И вот у него брали когда интервью, российская газета, литературная. А почему главный герой у вас христианин? Тамаристар. Он говорит, Мухаммад, то есть Магобед, он сделал то-то, то-то добро, но умер за грехи людей Христос. Это мусульманин, говорит, герой социалистического труда. Это действительно так. Я как-то в Санкт-Петербурге беседовал мулы. Они, многие вернулись из хаджа, ездили они там в Медину, в Мекке были. И когда разговорились, я говорю, придет время, Христос будет на суде. Я говорю, не сужу нас, слово, которое я сказал, он будет судить. Они говорят, нам горе, если только Христос будет судить. Я говорю, как раз он и будет судить, он судья неподкупный. У нас хорошая была беседа, там, видимо, были имамы, я случайно оказался там. Поэтому не просто как верят, так пусть верят. Нет, спасительная вера во Христе. Не то, что это вера, а он умер за нас, это жертва. Жертва. А говорит, что это неправильно написано, Мухаммад, основатель мусульманской религии, умер в 632 году. 600 столетий люди умирали за Христа, и все неправильно. Никаких доказательств ничего нету. Что он, Мухаммад, грамотный был? Нет, он торговал. Больше у него образование было, как у обыкновенного купца. Все. И поэтому говорить о том, что все неправильно, ну как это, основание должно быть, у него должны быть свитки, по которым он должен свериться с более древними, посмотреть, как сейчас. А сенатский мускрипт остался целый. Происхождение его такое, когда Константин Тишендорф, исследователь немецкий, был в этом, в монастыре Святой Екатерины, на Сенатском полуострове, и говорит, у вас есть какие-нибудь старые свитки? Они говорят, да у нас ничего тут нету. А он голову повернул, зима была, и смотрит, монах какие-то полени кидают в печку. Он выскочил, схватил. Это был ксенатский манускрипт. И он его подарил русскому правительству. Она была, это полуострово, под протекторатом Российской империи. А уже в 1936 году советская власть продали в британский музей за 500 тысяч долларов. С него, с этого списка, он косносится к 136 году. Как раз перевод сделанный. Никакой ошибки нету. За ошибку человек не будет умирать. Да, люди, говорят, переписывали по-разному. Они не знают, о чем говорят. Переписывали масореты. Они на каждой строчке обязаны посчитать количество букв, как было, сходится, нет. А если три раза была ошибка, даже нечаянная ошибка, все, свиток сжигался. Это благоговение Божие. Даже должен быть вымытый. Какой пергамент. Если сначала слово Бог писать, то бросить нельзя. Даже если война началась. Кого первого Иисус с собой забрал в рай? Разбойника. Разбойника, который по локту крови был. Да. Разбойника. Два разбойника и говорит, Энергелес луха. Он с ним покаялся. Вы вопрос задали, я вам отвечаю. Не перебивайте, пожалуйста. Они вначале оба хулили его, а один опомнился и говорит, мы получили достойно по делам нашим. А он ничего худого не сделал. Помяни меня, Господи, в царстве твоем. Иисус говорит, сегодня же будешь со мной в раю. Вот как? Время стекла. Все нормально. Это телефон. А то какой у них? Я не знаю, у нас, наверное. Tout приятном. Продолжение следует...